Привет всем любителям стратегических игр и вообще моим любимым стратегичным жеужикам! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша играет и смотрите продолжение партии загалов Sid Meier Stivalization 6 на уровне сложности божества, но важно, что вы можете параллельно со мной проходить эту же партию, потому что в первой серии, ссылка, кстати, на первую серию есть в прикрепленном комментарии здесь, там есть прикрепленный комментарий, где вы можете скачать сейф первого самого хода и играть вместе со мной, ну а во-вторых, у нас условие, что первым десяти цивилизациям обязан объявлять войну, первым встречным десяти цивилизациям обязан объявить войну и никогда с ними не мириться. В последнем пяти, а у нас 16 цивилизаций, можно объявлять, можно мириться, можно что угодно там делать, а вот первым десяти, чтобы было сложнее, мы должны воевать и, собственно, так и происходит, видите, с Россией я тут воюю, но меня очень беспокоит, ну давайте я свою рожу уберу, меня очень беспокоит Греция, я хоть с ним и не воюю, но я хотел на него нападать, однако получится из-за того, что Соликамск поставлен, придется с Россией именно воевать, в то время как у Греции 100 науки, в пять раз больше, чем у меня. Просто посмотрите, вот у инков и России, которые я тоже встретил, какое у них развитие и какое развитие у Греции. Просто хотел сказать усраться, но даже это не опишет, ух ты, еще минус, ну у него золотой век просто. Не, нормальный век, а у меня темный, поэтому минус 3, надо что-то будет, Катя, с этим делать. Ну, сразу в рост, конечно, начнем, это поможет снизить вот эти вот, так, тут пришел варвар, он может вполне разграбить железо, тут надо какой-то юнит построить, так. Тут рыбацкое судно, что ли, уже есть? Есть. Знаете, не хочу Эфиопию встречать, не хочу с ним воевать, вообще. Да, кстати, а пит еще хорош, я понимаю, что тут стен нет, он стрелять не может, но в него невозможно зайти просто так и, соответственно, разграбить. Потому что у него, он как военный лагерь такой стоит. Блин, я думал, мы будем ваншотать, тем более с соседством, а нифига. Так. Хочется, конечно, рудник, но из-за того, что там чувак куролесит, придется, наверное, все-таки плантацию сюда делать. Так, а давайте я начну тоже тут латники. К сожалению, я не могу карточку поставить, потому что уже латники это у нас средневековье. Подожди, не тут, вот тут надо смотреть. Латники это средневековье, а карточка на юниты до античности должна быть, вроде. Да, древнего мира и античности. А на средневековье у нас где? В феодализме. Ну, я бы, наверное, тогда в феодализм и пошел. Шесть ферм. Есть какой-то шанс шесть ферм построить? Но вообще, одну я уже сделал. Сейчас не могу покупать, конечно, рабочих за веру. Так, а что я за то за... Гурдвары, наверное. Надо ли мне миссионера? Вот, давайте подумаем, стоит ли мне в Дивадур... Ну, вообще... Вообще стоит. С другой стороны. Так, на что тут... Какие у нас тут религии? Должна религия... Прежде всего, так у грека нету религии. Еще постоянно думаю, что у грека религия. Россия. А, нет, есть за растринт, только в одном городе. Он последним взял. Так, да ладно, Дивадур сам обратится. Давайте лучше Гурдвару, чтобы города росли. 190, нифига себе. Подождем. Это мы подождем. Так, тут стоим. Хотя, может быть, в лучника апнуть. Правда, равнина. 30... Нет, денег слишком мало. Так, ну я бы, наверное, тут подождал. Он, скорее всего, сейчас будет грабить мне железо. Блин, какой-то юнит нужен сюда. Этими я походил. Блин. Плохо. Юнитов все-таки мало у меня получается. Куда мне дальше идти? В инженерное дело? Да, наверное, в инженерное дело. Попробуем три лучника и арбалеты сделать. Так, я просто надеюсь, что сейчас русский... О, Кумаси уже арбалет. Я думаю, что русский в арбалеты как раз вышел. Поэтому у Кумаси есть арбалеты. Сейчас она там ему... Ой, мне кажется, скаут убился от меня. Это я прошлым ходом вышел в Средневековье. Стоимость производства и приобретения военных юнитов за производство, конечно же, надо голосовать. Но, боюсь, не пройдет. И к боевой мощи, конечно же, Великой Коровы. Но, опять же, я думаю, не пройдет. Хотя производство может пройти. Обычно, ну, частенько компьютер так голосует. Петра есть, отлично. Так, снижено за производство, кайф. И плюс 10 православие, блин. Но, я не думаю, что я буду... Вот, это ошибка перевода русского. Это только плюс 10 к религиозной мощи. К боевой нет. К боевой нет, вы сейчас увидите. Но, тем не менее. Так, Контерфорс и индустриализм продвинули. К обороноспособности города. Оборонительных. Ну, кстати, можно подумать поставить. Сейчас я подумаю. Вот, смотрите. Правда, тут юнитов не видно, к сожалению. Это на юнитах надо показывать. Так, ну, пожалуй, пингалу продолжу апгрейдить. Не так много культуры, как я думал, у меня будет с рудников. Тут пока стоим. Классно, что скаут просто убился от меня. Это очень здорово. Так, тут же рудник уже есть и тут есть. Пошли, надо вот сюда рудник ставить для соседства этих районов. И этот хай на рост. Давайте вот это пускай. Не хочу туда плыть. Галеры, не хочу встречать Эфиопию, чтобы войну объявлять. Просто тут сидим. Ну, давайте латника. О, тут латник по одному ходу. Вау. Вау. Просто посмотрите, какая Петра у меня тут. Могла быть получше, конечно. Немножко, может быть, стоило сюда в сторону. И тогда бы я еще вот эти клетки захватил. Так, раз, два, три. Видите? Ну, еще вот эта клетка будет. Вот, сюда тоже мы рудник поставим. В принципе, очень мощно. Так, может мне переключиться? Хотя у меня и так латник в один ход строится. Ладно, пока не буду. Мастерская завершена. Ну, храм. Блин, может торговцев? Или может галеру ускорить? У меня вообще в нескольких городах даже навигация. А, тут два морских ресурса, а не две галеры. Черт, а где я могу морской ресурс обработать? Вот здесь. Один я уже обработал, янтарь. Черт, так, может тогда тут рабочего лучше? Блин, что-то долгое. Сильно отваливается, это минус пять. Может стоило какого-нибудь губера? А, давайте исторические хроники открою. Я возьму какую-нибудь губера сюда в Дивадур, в Виктора скорее всего. А то отвалится. Вряд ли я тут скоро два кампуса построю. Так, судостроение. Знаете, может мы навигацию и так откроем без ускорения тогда? Что ж поделать? Мне нужны гавани. Спрашивали в ком-то из комментариев трудовая дисциплина. А, слушайте, я думал же еще эти оборонительные. Я бы стены во всех вот этих городах построил все равно. В Багакуме можно не строить, но в принципе... Давайте мы, наверное, поставим 100% к оборонительным зданиям. Тем более, что барщину мы можем убрать сейчас. И прям сразу стены и поставим строиться. Тут тоже сначала монумент надо все-таки доделать. Мне Кумасиме тут хорошо помогает. Ничего не меняю. Хотя, может, это производство в городах убрать? С другой стороны, а что вот из того, что тут есть, мне надо? Последний героизм, конечно, прикольное. Плюс 5. Проблема в том, что это, видите, надо сюда вставить. А лимис мне нужен. Давайте еще ла Виктора посадим. Теперь Скаут зачем-то вылез. Вообще, мне бы апнуться в одну эту в лучника, потому что у меня тогда сильнее выстрелы будут из этих районов. Нереально районы на деньги надо ставить. Так, к бурдвару. Ну, сразу город расти начинает. И сразу 30 культуры. Блин, ну что-то у русского 89 культуры валит. Да, но мне тут надо 7 жителей, чтобы центр коммерции поставить. Тогда, видимо, водяную мельницу, хотя тут нету резов на нее, да? Не, есть пшеница. Давайте водяную мельницу тут обработаем. О! Плюс 25% веры. Так, интересно. Я тут могу еще вино и все. Вино, по-моему, культуру будет давать. Тоже прикольно, но проблема в том, что у меня ну, есть второй ресурс. То есть, либо в самарабриве, да? Не, давайте тут веру сделаем. Так, крамминакши неизвестный игрок. Теперь давайте-ка в адуатуке строителя сначала. потому что мне нужны фермы здесь. Я, наверное, центр коммерции сюда поставлю. Вообще, еще больше мне рудников надо. Этого я не могу апнуть. Мне надо апнуть. Давайте, уже плюс 8 идет. Откуда у меня плюс 8? Потому что я переключился над Петру, да. Давайте я апну вот этого прачника. Они тут все на равнине стоят, да? Стоим в защите. Ну, он постоянно катапультой и городом обстреливает. Но я надеюсь, сейчас кумаси туда наваляет. И пошли военную подготовку откроем, чтобы посла иметь. Если вдруг он кумаси перекупит, еще туда посла отправить. Так, здесь все-таки пока на оборонительный вот это хочется на что-то заменить. Но проблема в том, что создание строителей нет. Соседство кампуса нет, покупка клеток нет. Да ничего нет. Жилье воздумя более... У меня вроде жилье хватает пока. Так что оставляю пока так. О, что он тут строит? Кампус. Интересное решение. Ну, хотя бы нормально поставил, хотя бы нормально даст науке. Но немножко туповато, конечно. Так, сейчас вот мы делаем тут кулак потихоньку. Еще третий, видите, латник придет. пока не добавилось. Надо еще вот этих тут рудников сделать. И тут будет 9, тут будет 15. 16. Каких пожили? 16. будет 16, а тут будет 10. У нас же удвоено. Так, ну, наверное, пока стоим. Прямо бы содержание юнитов наверное поставить еще сниженное. Так, навигацию по звездам открыли. надо ли мне две галеры прям так спешить? Контерфорс, две галеры? Мне кажется, нет. Я бы скорее в порох пошел. Пастбище мне негде построить, водяную мельницу я построю. Проверить мне реально негде. Ну, хотя вот пастбище скот. Ну, когда у меня тут будет рабочий? На самом деле фиг знает. Ладно, пока так. Еще одну кг-шку? дополнительный ресурс. У меня железа достаточно в принципе. Военных лагерей и гаваней. Вот, наверное, можно поставить сейчас. я в принципе тут два хода. Ну, построиться за три хода. Тут стена сделана. Тут бы я, гава не строил. Так что, пожалуй, так, а два только четыре хода и можно будет центр коммерции. Давайте торгов... Нет, наверное, строителя. Хотя у нас есть еще один строитель. Три хода. Ну, давайте так. Три хода. Нам надо быстрее. у нас давайте тогда торговца, еще одного строителя и отложу ход, чтобы центр коммерции начать строить. Кумасси все еще я сюзерен, поэтому не буду никуда отправлять послов. Так, здесь сделаем так и так. Вот, например, у этого латника сейчас плюс 10 к силе по плюс два за каждый вокруг юнит. По-моему, круто. Так, давайте здесь гавань. А я поставил карточку? Не поставил. Ну, меняем на гавани. На военные районы и гавани. Очень хочется содержания юнитов, но тут всего плюс пять с другой стороны. А построив вот эти лагеря... А, блин, смогу тут гавань строить. Фак, я забываю, что рядом с центром нельзя. так, ну, в этом-то я смогу. Блин, население нужно. Черт, я рано поставил карточку опять. Ну, черт, ну, ладно, тут следующим ходом я смогу гавань. Или, подождите, как же я смогу? Я смогу только на рыбе, а на рыбе я не хочу. А мне, иначе мне надо купить какую-то из клеток, у меня денег нету на это, кайф. Черт, побери. Так, феодализм я не открыл еще, да, шесть ферм. У меня уже две построено. Ну, может, здесь вот так еще две поставить и сюда ферму? Хочется феодализм ускорить. Древние стены. Ну, давайте, строители. Надо было карточку на строителей ставить, получается. Ну, нет смысла тут откладывать, мне кажется. Потому что клетка-то не выкупится, так что тоже строители. и потихоньку феодализм. Ну, что, верховую езду. Ладно, пока отложу. Давайте судостроение. Каракотовая армия. 102 науки. черт, черт, не получается. Сейчас я прокачаю, конечно, латников на этом всем, но все равно как-то. Так, давайте из Адуатуки. быстрее город вырос. Так, тут отлично, АПИТ у нас работает. Тут стоим, стоим. Набили на инженера, мгновенно создают в этом городе древние средневековые стены. черт. Ну, наверное, надо брать. Там, по-моему, два заряда. Значит, в Девадуре мы сможем сразу поставить. Тут все-таки пускай достроится. Ну, и в Багакуме. Не знаю, надо ли мне в Багакуме с другой стороны. Наверное, возьму я этого чувака. Особенно меня грек волнует. А может быть даже в Самарабриве. Давайте, наверное, в Самарабриве и Багакуме отменю этот строительство. Грен с ним. центр коммерции. Ну, вот тут надо, конечно, было бы. Ну, пока не могу, да? Когда раз строителя. какой следующий? Чудеса. Ну, нету чудес, которые я бы хотел прям... Нету меня священных мест рядом с лесом, чтобы храм Махабодхи ставить, так что нормально. вот здесь и здесь гавр не могу, блин. хотя вот тут могу. Давайте, наверное, сделаю смену, а для этого города где-нибудь тут, например... Да, вот здесь надо вообще для него... Тирване надо вот здесь хотя бы плюс два будет. Блин, или здесь все-таки со священного места начать. очень крутое священное место будет. С другой стороны денег нету нифига. Видите, тут и Апид бы не помешал. Давайте, наверное, все-таки с Апида. Блин. Мой уникальный район. Меньше всего строится. Быстрее всего имею ввиду. Блин, вот это улетание грека мне очень не нравится в дальние дали. Все, кампус поставлен. Блин, что-то больно... Ну, у него явно тоже есть арбалеты. Вон они, поэтому он так больно по мне стреляет. О, да, так, Гонконг уже со мной воюет. Так, это я вовремя сюда еще один заряд, даже два заряда. Ну, в Дивадуре и, видимо, в Багакуме тогда поставим. Пока феодализм отложим. Служба так, адуа, только один ход мы откладываем и будем сразу строить центр коммерции. Я думаю, что вот здесь надо. Ну, а чтобы веселей, наверное, надо вот тут вырубить лес и заодно рудник поставить. Чтобы это все побыстрее происходило. так, гурдвару можем купить. Покупаем все-таки плюс одно жилье и плюс две пищи. Как раз через два хода гавань сможем сделать. Пока не дает это соседство треугольничка, но, собственно, при феодализме откроется. Три, четыре, пять. Мне еще одну где-то ферму надо будет сделать. Пока стоим. Следующим... Нет, не следующим ходом апгрейд. Да, наверное, поменяемся все-таки. Что-то больно бьется. Адуатука, Адуатука. Ну, откладываю. Ладно, не буду. Откладываю. Вот в тирване надо решить, что. А тут что-то один ход надо поделать. Давайте галеру вторую красудостроение ускорим. Машиностроение потихонечку. Нету денег лучников апгрейд. Три лучника сделать нету вообще возможности. Очень хочется в героический выйти, но я не представляю себе как. Он там обстреливает катапульту, что ли. Так, а смогодиши я не воюю. Нет, воюю. Пошли грабить. Блин, тут заплывет своим латником магодишским. Блин, сейчас высадиться я не смогу. Ну, хотя у меня тут стены уже с другой стороны. Так, стоим в защите. Не получается у меня нападать вообще. честно говоря, вообще никак. Так, центр коммерции. Ну, тут все на плюс два. Тут я не хочу, тут я хочу для театралку оставить все-таки. Тут чудо, и скорее всего, смогу какое-то чудо сюда еще всунуть. Есть там дверь, типа Тадж-Махала, например. Так, вот тут один ход мы откладываем. Я смогу гавань. Хотя, опять же, как я смогу? Я не смогу купить клетки. Черт. Тут я уже могу гавань, но, опять же, не могу клетки купить. Деньги нужны, денег нету вообще. Что, строителя тогда еще одного? Может, миссионера купить? Мне больше пока негде гурдвары покупать. У меня только два священных места. По миссионерам я бы Дивадур обратил и, может быть, на какие-нибудь тут города Грека еще. Вот тут падает, видите, поэтому нужно Дивадур обратить. Куплю миссионера. Вот территория очень хреновая для подхода, понимаете, поэтому мне не получается. я пока дойду мне тут очень много чего расхреначит. Высадился все-таки гад. Ну, по идее, он не дойдет. Ладно. Не сильно уж и гад. Давайте вот так сделаем. в общем, мне галеры убивать, я думаю. Так, ну и давайте последнюю ферму. Необходимую для открытия феодализма. В феодализме у нас как раз для производства латников. Ну и соседство этих плантаций. давайте наверное на латников поставим. Я не могу пока гавани никак строить, поэтому эта карточка бессмысленно тут постояла. прямо скажем. Так, ватника. Я понимаю, что это содержание юнитов опять повысит, но мы поделаем юнит, они у нас никуда не пропадут, они в будущем нам понадобятся. Так, здесь, да, все правильно вырубаем под рынок. Блин, вообще можно было еще и плюс два действия рабочим сделать. Уже не могу поменять, да? Вот вместо этого надо было два действия рабочим. Видите, два рабочих сейчас бы построилось следующим ходом. гавань гавань вон там могу. Вообще, надо будет, наверное, здесь гавань и здесь. Вот для на виду на здесь и для этого здесь. Но это в будущем. Пока я тут ничего не могу. я буду эти караваны кумасе посылать. единственные у меня возможные из на виду на в кумасе и из девадора в кумасе. Денег будет немножечко. Так, тут у нас холмы и тут холмы, да? Но я, наверное, скорее вот этот первым хочу обработать. ну вообще 93 против 234. Так что давайте еще латников и пойдем сносить. Я просто несколько латников потеряю. Есть такое ощущение. вот тут не присоединилось, потому что рудник в третьем радиусе присоединяется не дальше третьего радиуса от города. То есть вот эти клетки, можете спросить, почему не происходит культурный захват, потому что культурный захват в шестой циве это всегда не дальше третьего радиуса от города. Так как это от Адуатуки... Скажите, возможно, мне стоило правильнее передать эту клетку Самарабривия, вот эти две клетки, обработать, тогда бы вот эта клетка захватилась, а потом обратно Адуатуки отдать. Скорее всего так было бы лучше. Так, наверное, рыбу обработаю, слушайте. Янтарь у меня один и так есть. Хотя могу еще производство на сахаре сделать. Сахар, по-моему, росту помогает. Блин, может, это лучше... Давайте, знаете, что я встану, хочу посмотреть... Ладно, лучше в энциклопедии посмотреть, а не тратить ход. сахар дает плюс 20% роста и плюс 3 жилья. Конечно, жилья не хватает в этом городе. Ну, в принципе, 20% роста. Да, давайте-ка мы в Тирване производство сахара сделаем. Так, тут я торговца делаю. Ну, блин, куда он пошел? Тварь, сейчас будет меня тут грабить, я не могу его из-за этого. Ну, что, убьют меня галеру, интересно? Смотрим, как сейчас стрелять в Магадиша будет. Тогда рыбу пойдем обрабатывать. Ну, видимо, все-таки в Багакуме. Все, везде стены я в своих городах уверен. Тут даже катапульта не поможет, потому что это стены средневековья. Сережа, он разграбил. Пожди, не пойму, не разграбили же мне, получается. Так, действующие губернаторы больше довольства из жилья. Довольство с гарнизоном. Ну, союзы, понятно, у меня ни с кем сейчас не будут. не разграбил. А как он полечился тогда? А, ну, это не больно. Давайте тогда так, 83 золото. А тут не грабим, это, опять же, этой галереи на лечение. тысячим ходом скорее всего его обстреляет. Мы сюда полечимся и этой галереи еще золото. Так, сюда идем. Сюда. Ну что, где мы покупаем клетку, чтобы строить гавань? Наверное, вот здесь я бы. имя должно на оба хватить. 75 ставим гавань. 50 отлично. Причем, вот это тут мы еще рудник поставим и тоже сработаем. А, подождите, эти две гавани друг на дружку не влияют. Это не особо что добавит. Ладно. блин, следующим ходом буду выдвигаться. Тут уже собрал кулачок небольшой. Блин, просто очень-очень хреновый проход. Я еще отсюда, конечно, пойду, но, блин, очень-очень неудобно. Ну и еще мне бы, конечно, таран. Нет, осадную башню. Давайте пока отложу. Таран надо построить, просто таран. Так, ну, видимо, верховую езду надо так уже открывать в строительство. Или контрфорс. Давайте контрфорс пока откроем. Мне лесопилки не особо нужны. Давайте вот здесь таран построю. О, могу центр коммерции ставить. Отлично. Так, тут все еще постою, а потом, когда он следующий... Не должны убить. Выдвигаюсь полностью вылеченными юнитами вперед. И там таран подойдет потом. Так, ну все-таки, наверное, сделаю пастбище. Меня поражает, что, как бы, грек на меня при этом не нападает. У нас отставание дикое. так, пора карточку на гавани ставить. А вот здесь, что я говорил, на новые строители. Давайте, давайте сейчас попробуем на губернаторов. в адуатоке должны немножко счастья добавиться. Там тоже перевод не совсем правильный. Так, это я решил из наведуна в кумасе. Какое у нас задание в кумасе? А, нету задания. Есть задание только у Таруги создать летучат. Фига себе, кто-то в летучем отряде уже. Что вообще тут? Ну, грек на втором. Мы хотя бы видим реальных лидеров по науке. Грек на втором месте. А, слушайте, тут уже есть корова. может не распространять, хотя тут пополам. Тут всего два жителя. Я бы лучше в наведу хотя пять, три. Если наверное просто постою. На самом деле миссионера может быть и зря покупал. С другой стороны, куда нам тратить деньги? Так, можно наемников открыть и попробовать подешевле апгрейдить, ну, хотя бы в лучников. Повторяюсь, не должны убить мне этого прачника. Отличненько. Так, там какой-то кризис к нам не не относящийся. За то, что ГГшку кто-то захватил. Так, тут лечимся. Тут еще золотишко поднимаем. Кайф. и значит, так, 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 Блин, может, надо было этого по дороге вести, наоборот. Наверное, вот так сделаем этого, поведем по дороге с этой стороны. 107. Да есть ли у меня вообще чудеса, которые я могу строить? Ну, колосс я бы построил, да? С другой стороны, мне колосс, чтобы колосс строить, гавань нужна сначала. Так, тут в кумасе. О, плюс 12 денег. Это уже уже что-то. значит, смотрим. А, уже плюс 3? Уже, а, тут уже было 2. Ладно. Опять надо было вот эту клетку передать на ведуну. Видите, опять вот это не присоединило. Еще два раза это стормозил. Тут надо было передавать самарабривой, мы бы эту клетку присоединили, а тут на ведуну вот эту, и тогда мы эту присоединили. Ну, кстати, я бы, наверное, эту клетку реально и передал, потому что я тебе вот так сделаю, чтобы не залучивать. Надо понимать, как у нас тут вообще что. Да, я бы вот эти клетки просто попередавал пока, потому что у столицы есть клетки для обработки крутые. А у этих городов вот так и вот так. Просто зашибись. Так, поехали. Крабика. Сколько ходов у нас еще? Девять. Ну, если мы какой-нибудь город возьмем, то, возможно, выйдем в героический. этот город вообще не растет. Так, это относится к Тирване, да. У нас уже две, два промышленных производства, красители в столице, сахар в Тирване. у нас еще есть вино и янтарь. Вино я тут добавлю. И, собственно, именно тут и надо будет делать производство. А янтарь либо в... Подожди, где-то у нас... Ага, в Самарабриве. Блин. Блин. А, в Багакуме я смогу. Да, в Багакуме. Ну, по-моему, янтарь, что янтарь, что вино плюс к культуре добавляют. Так, есть Таран. Нам его одного достаточно. Нам бы, конечно, трех лучников. Ну, ладно, я следующим ходом поставлю карточку на наемников и апнем тогда. Жалко денег. Жалко денег пока что. Ну что, еще одного латника даже без карточки в принципе неплохо. Вообще, столица очень раскочегарена. Я вон скоро и грека догоню по силе. Так. Ну, к сожалению, я только сюда могу поставить. скидку стоимости на улучшение юнитов. Да, в золоте. Да, может, это все-таки убрать как-то слабенько. Новые строители, чудеса. Давайте, опять просто производство. так, вот это катапульта что-то все пытается суициднуться. Тут рудники вокруг районов. дальше апаем в лучника. Апаем в лучника. И вот этого должно хватить апнуть в арбалета сразу, да. Это для того, чтобы вот вот эти все обстрелы посильнее происходили. Ну, надо было сначала апнуть, а потом, конечно, катапульту обстреливать. подходим, 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 лечимся. Блин, хочется, конечно, сюда пойти поотбиваться. Слушайте, а может, сюда лучше два, двух послов отправить и Гонконг успокоиться? Или вообще перекупить? Ну, Гонконг просто на эти, на проекты. Я сейчас проекты никакие не собираюсь делать. Видите, при производстве городских проектов 20% производства сверху. Блин, не знаю. Я не думаю, что мне Гонконг что-то может сделать, но тут они пограбят. Меня больше вот этот латник беспокоит. Мне кажется, Ликамск мы должны забрать. Грабить тут больше нечего. Давайте отойдем, дадим починить все и потом опять с новыми силами за грабеж. Я какой-то не гал, а викинг скорее. Не знаю, может тут продолжать латников делать. Как они помешают? Никак. наемники открыты. Ну, давайте морскую традицию. Я верну просто карточку наемников потом уберу, точнее. килово кисевани классное чудо кто-то построил. Так, ну, давайте смотреть вот так. Видите, как мы наносим слабенько. А если я ставлю сюда, то пока не работает. Полный урон на стены средневековья. Полеян у него средневековый. Какого хрена я не проверил это? Так, надо еще придется теперь еще посадную башню строить. давайте мы этого одного латника сюда отведем. Да, блин, еще и не убили. Надо в помощь все-таки. блин, или помириться с Гонконгом. Ладно, давайте помирюсь пока. Все равно мне Гонконг надо будет союзить. Я его не хочу забирать. Хорошие бонусы. Короче, сейчас таран не работает без того, чтобы проверить, какие стены у города я подвел. Он только против стен античных, древних стен только работает. Не знаю, мне кажется, нету смысла атаковать. Я лучше так вот сделаю. пойду помогать туда. Так, стоим в защите. Я камень хочу обработать. Тут рудник ставим. Было плюс пять, стало плюс шесть. Обратите внимание. Так, здесь я вот сюда хочу рудник. еще еще одна будет клеточка для Петры. Давненько у меня такой хороший Петры в шестерке не получалось. Да, слушайте, город плохо растет. Надо из него караваны на деньги поотправлять, конечно. Ой, в столице еще недостаточное удовольство, блин. А давайте на производство переключусь. Но грек может перекупить. Так, это меня кумаси перекупили, да. Ну, бонус сеться на гавань у меня нету. Я тут скидку скорее на золото хочу убрать. Серьезно, ты сюда высадился? Прикол. Может, ты починил уже... Да? Гавань починена. Зашибись. А, это Гонконг. Блин, как ты неудачно тут стоишь тогда. Стоит ли мне под вулкан становиться? Я думаю, что нет, пока у нас нету осадной башни под городом. Смысл мне туда идти? Чисто для соседства сюда поведу, чтобы он бонусы вокруг этим давал. Давайте пастбище, строительство, прям так вот пойдем. Ну, у меня только одно пастбище. Я бы, наверное, в военную инженерию шел. Или вообще выйти в каравеллы. Так, в кумасе одного отправим. Давайте Гонконг за сюзерением даже. Смотрите, сука, юнитов. Пойдет к греку. Миша, я тут пройти к нему не особо в одну клетку, но тем не менее тут 420. У меня уже армия больше, чем у грека. Всяком случае, сила армии. Видите, плюс 8 у латника, вот у этого. 3-4 юнита вокруг. Но ведь я им атаковать не могу, просто показываю, что плюс 8. Ну, присоединилась клеточка. Нету смысла эти клетки передавать богакуму, потому что тогда Петра на них не будет действовать. Они такие крутые у богакума не будут. Слушайте, а может собор суетой Софии тут построить театралка на плюс чуть... А, я не смогу тут театралку строить. Фак. Тогда нет, не надо. Забывай, что рядом с центром города нельзя. Хорошо, а что у нас там по великим людям? Может мне логистику промышленной зоны почитать? Вообще я могу просто купить этого Исидора Милецкого. С другой стороны на колодц, да? Давайте наверное куплю. Я пока веру, некуда девать. Кто там следующий? На один район больше. Ну, кстати, мне бы тоже не помешал. Я бы его использовал в богакуме, и мы бы священочку сделали. Ну, жаль, жаль. Ладно, давайте в Адуатуке тогда. Может еще Латника, а караван уже в Терванне. И все равно караваны я не из богакума отправлю, а из Дэвидура на деньги, потому что мне они постоянно нужны. Так, давайте смотреть. 6 ходов. Мне, по-моему, 6 очков надо, да? 7. 7 очков надо. В возрождение я не успеваю выйти. И здесь тоже никак. Во-первых, я могу в монархию выйти, начнем с этого. И принять монархию, это будет первое правительство такого уровня. это даст очков. Лошадей я еще не использовал. И Эфиопа могу встретить. Но это сколько? 4 или 5 очков пока что. Не знаю, сколько захват Саликамска даст. Тут скидка в золоте я, наверное, убирал бы. Я бы вот плюс 5 поставил. Тут конечно тоже круто, но мне в войне надо плюс 5. Новые строители, соседство гавани, кампуса, нет, это все содержание юнитов тоже, но я думаю, что я сейчас с деньгами решу вопрос караванами. Три бушеты. А, ну и плюс я сейчас разграблю этот гавань тут. Так, ну я пока не хочу монархию ставить. Как я тебе напоминаю, видите, было два хода, я за один открыл, потому что мне 20% за строительство юнитов еще культуры наваливают. Просто если кто не помнит. Так, колосс я, по-моему, вот здесь смогу поставить рядом с гаванью, принадлежащим этому городу. Ну да, здесь. Мы из Дивадура отправим дальше в теократию пошли. Я даже, наверное, может, теократию успею открыть. Пока не хочу принимать. Но в любом случае за 4 хода я гильдию открою, а у нас 5 ходов, что я монархию приму. латник. латник. Давайте, наверное, всадника, чтобы лошадей использовать. так, этого перекидываем в тирван, он сотку дает, да? доставительство чудес света любых 107. А колосс сколько? 200. ну, тогда, возможно, он не 107 дает, а 53. Вряд ли он колосс так быстро доделывает. ну, хотя, блин, кстати, я бы тут и мавзолей построил. Подождите, давайте мавзолей построим. Правда, сейчас он не должен, хотя он, блин, давайте я мавзолей начну, потому что я тогда, если я его построю, я с... А, это когда берешь только инженер. Но, все равно, мавзолей здесь вполне в тирване. Очень неплохо будет. Понял, так, а почему у меня ход закончился? Ладно. Тут пока стоим просто. так, пошли янтарь обрабатывать. 40. Ну, я бы апнул, тем не менее. Оно не складывается, бонусы. Ах, слушайте, не складывается, давайте тогда и не надо. У нас идет уже осадная башня. У меня нету тут какого-то второго города, куда мне надо везти осадную башню, поэтому что нам тратить деньги? маяк. чудес. Не, не буду. я, кстати, а гильдии могу ускорить. Тут второй рынок. Например. лечимся. Тут стоим, ждем, когда гавань обратно отремонтирует. Подходим и о, видите? Зашибись. Так, делаем сначала так, потом здесь подходим сюда делаем так. Ну и этим подходим. Надеюсь, извержения не будет. Тут меняемся местами. Так, лошадь. Кстати, а за счет чего я получаю? Я так и не использовал все-таки исход евангелистов. Надо было на районы брать. Или нет, подождите, использовал. Вот это, кстати, не сработает, да. Потому что этот город уже был обращен один раз. блин. Мне надо какой-то город еще обратить. Это два очка. Смогу ли я к Умасе обратить? Наверное, стоит купить миссионера. Ну и Соликамск можно попробовать. Причем, Соликамск можно, например, сделав... А, кстати, основание инквизиции же дает очки. По-моему, если только первым это сделаешь. Ладно, давайте я буду основывать инквизицию. Проще будет Соликамск обратить, если я его захвачу. Псадники завершены. Ну вот, кстати, Катакуин могу... нет, не могу, блин. Ладно, давайте строителя. Куда поскачем? Может, этим садником сюда? Хотя, нам еще Эфиопа надо встретить. Давайте я, наверное, этим поплыву потихоньку в сторону Эфиопа, а то у нас как бы четыре хода я могу просто не успеть доплыть. Так, а куда у нас латник этот делся? Самоубился обо что-то? Так, тут на деньги у Масси, плюс оно еще и культуру дает, но слабенько потому что нету районов пока в Дива-Дуре. богакум растет, но очень медленно, к сожалению. Не знаю, давайте так и так, четыре хода. Даже водяную мельницу поставлю, хотя ненамного она будет. нам надо до четырех вырасти и священное место все-таки здесь сделать. Он Гурдвара нам поможет. Что, наверное, надо выкупать клетку и гавань ставить? плюс два хотя бы. Так, хочу все-таки каравеллы выйти. Я не успею там ни в какие ни в какие ну, селитрой эти огнестрельные юниты. Так, значит, у нас четыре хода. Еще раз повторимся. Ну, построю геликарнас, еще очки, правильно? Открою эфиопы. Я надеюсь, что меня никто не угонит, геликарнас. Я должен пойти сейчас запрет. Отлично. Да, блин, чего вы этого бьете? Так, сначала инквизицию. Да, первая в мире религия. Слушайте, вообще, компьютеры инквизицию-то основывают? Что-то я вот как-то... не помню, чтобы они этим сильно увлекались. Так, ну, следующим ходом сарикамск должен упасть, и, по идее, даже не потеряю ни одного юнита. геликарнас. я, по идее, все уже в героическом. Даже немножко заранее. Может, даже и не будем эфиопов встречать, но я подплыву на всякий пожарный. Не, понимаете, просто он будет стоять. Будет Дивадур обращаться? Да, короче, ну, вот это исход евангелистов я зря, короче, взял. Вообще, по-моему, один раз он только как раз вот в новом городе сработал, и все. еще строителей. Наверное, да. Ладно, давайте монумент все-таки две культуры добавит в любом случае. Гуру я не хочу. Еще великих людей, наверное, нет. Во, вот эту, вот эту, кстати, мы можем, возможно, купить удваиваться из их древности или античности, но это, к сожалению, нет, мы уже все чудеса древности и античности построили. фига выжил. У меня даже вроде этими двумя достаточно будет проатаковать. Все? Уже в героическом? Зашибись. Тогда мы даже колосс, наверное, отложим. чё спешить. Чё спешить? Ну, я оставлю Соликамск. Женю, лучше мы его уже не поставим. Так, за захват Соликамска мне ничего не дали. А жаль, я так надеялся. Так, монумент сильно отваливается. Должен сильно... Нет, 3,6. Так, нормально, сейчас в героические выйду он вообще не будет отваливаться. Я уверен, что русский не выйдет ни в золотой, ни в героическом. Ну, вообще в нормальном героическом точно не может выйти. Давайте тогда сразу инквизитора. Не буду я того покупать инженера за веру. Хотя, можно ещё покопить, конечно. Так, тут надо отойти, иначе катапульту убьёт. Просто лечимся, стоим. Хотя, подождите, может кумаси перекупить? Кто-то перекупит кумаси и тогда больно будет. Давайте тоже уберём. Пропускаем ход. О, отлично. Видите, как сразу добавилось клеток. Промышленное производство инвентаря надо будет в Багакуме организовать. Ммм... Так. Пропущенное место, гавань, Апид. Я что-то могу ещё... Может, правительственную площадь здесь делать, а не в столице? Она тут тоже может... но в столице я бы кампус построил. У нас есть вот на... Ну, вот тут... Хотя тут одинаково, что так, что так. Видимо, на плюс 4 надо будет кампус ставить. цирвание нормальных кампусов не предвидится, поэтому тут можно правительственную сделать. Только вопрос, конечно, где? У нас получается... Похоже, вот сюда надо. Тут не особо много мест. Сюда хотя бы театралка, сюда еще театралка, и тут можно будет кампус сделать, похоже. Посмотрите, если мы сюда делаем правительственную, это еще плюс 5 к театралке. Сюда театралку у того города, а сюда кампус. Там много довольно этих... Ну, плюс 2 будет, короче, не плюс 3, а плюс 2. Хотя бы так. Просто районы друг на друга не влияют, кроме правительственной площади. Тут бы я ничего не ставил, потому что Петра. Так что, наверное, так, да. А значит, давайте вот это вырубим. Я тирване передам эту клетку. и ставим правительственную площадь. Интересно, где вы тут правительственную площадь поставили, конечно. Ну, что, еще строители. Нам тут есть, что строителями обрабатывать. маха-бодхи. Маха-бодхи. Так, бонусы соседствуют центра коммерции для промышленной зоны. Вот, что нам надо поставить. плюс тринадцать. Плюс пять. Я пока дальше не пойду от Соликамского. Там надо вылечиться, поэтому эти плюс пять мне не нужны. Не, не хочу менять пока. Монархию тоже не принимаю у нас. Ух ты! А вот и пришли юниты меня наказывать из Греции. А мы-то думали, где они, где они? А вот они. Так, мне нужен какой-то караван из Самарабривы, чтобы дорога была. Ну, там, правда, еще Гонконг. Может, он на Гонконг, кстати, идет, скорее, а не на меня, но Самарабриве тоже будет больно. Так, я хочу Лян Тирвану. И в Адуатуке торговца. У нас где-то гавань закончилась, да, тут зал для приемов, несомненно. В Наведуне Священка на плюс два есть. За счет чего тут плюс два, кстати? За счет леса, что ли? Ну, гора плюс один, а еще лес, видимо. Да. Ну, здесь мы поставим, например, рудник, но вряд ли добавит много. Вот здесь надо рудники будет делать. я бы, священку поставил именно из-за гурдвар. Именно из-за гурдвар. хотелось бы, конечно, тут два рудника, типа, ну, священка тоже неплохо. так, этого, ну, можно лесопилок поделать, в принципе, в столице. Да, жалко, я из Самарабривы дорогу никакую не провел. Блин, Самарабрива, конечно, такое название. Кажется, что-то с Самарой связано и бритвы. Самара и бритва. Они, если честно, так, гавань еще. А что, рабочий не нужен, да? Два заряда. Зашибись. Так, стоим, ждем. Магнус и Рейна. Что, наверное, давайте Виктора в Самарабриву я пересажу на всякий пожарный. Ну, вот в Дивадуре тогда, наверное, тогда Рейну в Дивадур. Хотя, тут и Магнуса, блин, Магнусом можно было много всего. Ладно, у нас через три хода будет Магнус. Давайте я пока тогда Рейну в Багакум. Просто, чтобы клетки быстрее выкупались. Рыба есть, например. Центр коммерции не дали достроить, но, кстати, это и к лучшему, чтобы он ее разграбить не мог. Хотя, норм, давайте АПИД попробуем. соседства нет вообще. А где может быть соседство? Вот у нас ну, здесь тут всего лишь плюс один будет. Ну, а тут, что, тут больше-то и нету. Да, это, конечно, малопроизводственный город у нас, к сожалению. блин. Ну, я-то, наверное, сюда поставил пока. Хотя, вот тут будет плюс два. Да, вот здесь, смотрите, раз, рудник, два, три, четыре. Вот тут плюс два. Конечно, не очень он так стоит. Типа, не особо будет помогать в защите, но тогда бы производство побольше выдаст. Просто я не хочу рабочего делать, но с другой стороны, ладно, пять ходов. Я бы в столице его сделал быстро. ну да ладно. Да, он на Гонконг идет. Ну, еще на Гонконг меня вообще это не смущает, но а если и смущает, то уже в следующей серии будет смущать, потому что мы вышли в возрождение. это героический век, героический век Гальской империи. Возрождение Галлы были хороши, хотя на самом деле в реальности никто до возрождения из Галлов не дожил. Но мы меняем ход истории. Мы меняем ход истории. И продолжение значит уже в следующей серии. Напоминаю, что вы можете параллельно со мной проходить, просто скачивайте сейв. Интересно, что у вас собственно к этому моменту происходит. Вы опять же в комментариях пишите, сообщайте нам продолжение завтра, а спонсоры канала могут прямо сейчас найти продолжение о вкладке сообщества. На этом все. Играйте в умные игры. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.